Доброе утро! В эфире «Время новостей» в студии Ольга Сиротинская. Журналисты телеканала МТВ ежедневно рассказывают о жизни города, героя и области, о том, что волнует жителей. В Волгоградских школах сегодня успешно развивается цифровая образовательная среда. Мои коллеги отправятся на открытый урок в одну из таких школ и разберутся в устройстве искусственного интеллекта. Межрегиональная выставка медицины и здравоохранения сегодня стартует на Волгоград-арене. Особое внимание ее участники уделят поддержке материнства и детства. А на площади Ленина продолжается реставрация братской могилы. На каком этапе работы сейчас, об этом и многом другом мы расскажем в течение дня, а пока к другим темам. Единовременная региональная выплата призванным в ходе частичной мобилизации жителям Волгоградской области составит 100 тысяч рублей. Вопросы адресной помощи и социальной поддержки стали главной темой встречи губернатора Андрея Бочарова с представителями семи мобилизованных жителей региона. В разговоре приняли участие председатель Волгоградской областной думы Александр Бложкин, региональный уполномоченный по правам ребенка Евгений Ковшиков, председатель Волгоградского областного союза женщин Нина Черняева, а также заместители губернатора и руководители профильных ведомств. Глава региона рассказал об итогах рабочей поездки в учебный центр Минобороны России, где проходит подготовку мобилизованной волгоградцы. Андрей Бочаров изучил условия их проживания и оснащения, пообщался с бойцами. Были сформированы дополнительные предложения по совершенствованию бытового обслуживания, порядку обеспечения мобилизованных различными видами довольствия, оформления различных видов документов и другие оргвопросы. Даны необходимые поручения. По отдельным вопросам, предложениям, требующим федеральных решений, таких как порядок выплаты денежного довольствия, а также ряд вопросов, связанных с мобилизацией военных пенсионеров, мы уже приступили к работе совместно с правительством Российской Федерации, Министерством обороны. В ходе общения в учебном центре все жители региона говорили о том, что переживают за родных и близких и просили поддержать свои семьи. Мы понимаем, как вам сейчас непросто, но мне-то и моей семье, моим родным и близким людям, это точно знакомо и понятно. Мы прошли через это вместе и не один раз. Понимаю, что здесь есть и неопределенность, и тревога, а где-то и страх за ваших мужей, отцов, детей. Ну и, конечно, волнение, как вы будете справляться со всеми хлопотами по вседневной жизни воспитывать детей. По итогам встреч и обсуждений в Волгоградской области формируется региональная система социального сопровождения семей военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации и выполняющих задачи в ходе специальной военной операции. У меня принято решение о единовременной региональной выплате, призванной в ходе частичной мобилизации жителей Волгоградской области, мы по 100 тысяч рублей на каждую семью, на каждого военнослужащего. Соответствующие поручения уже даны. И, конечно, продолжается работа в рамках созданного по инициативе наших фронтовиков-ветеранов регионального фонда поддержки военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. По обеспечению дальнейшего приобретения и направления в зону специальной военной операции нашим бойцам специального оборудования, техники, специальной экипировки, в том числе, не предусмотренные штатными нормами довольствия, но необходимых нашим военнослужащим, находящимся на передовой. Предложения родственников военнослужащих проработают и учтут при формировании пакета мер поддержки. У нас мобилизовали моего супруга, а с ним пошел в добровольном порядке отец. Он бросил работу, он бросил все повседневные дела, сказал, что лишь бы был бы жив и здоров, пойду вместе с сыном, если в любом случае придет повестка. То есть у нас два человека ушло с семьи, с нашей большой. Андрей Иванович как бы предчувствовал, что мы хотели на этой встрече ему сказать, и опередил нас всеми своими решениями. То есть мы очень довольны, и эти меры поддержки действительно нам помогут. Для оказания поддержки семьям мобилизованных в регионе создана межведомственная комиссия. Ее возглавила заместитель губернатора Зина Мержоева. В состав комиссии вошли уполномоченные по правам человека и по правам ребенка, руководители ведомств социальной сферы, юристы и общественники. Такие комиссии создадут во всех муниципальных образованиях области. Готовность к сдаче печально известной многоэтажки на улице 50-летия октября в Красноармейском районе Волгограда достигла уже 50%. К достройке проблемного объекта региональные власти привлекли добросовестного инвестора. Скоро права 40 семей дольщиков будут восстановлены. Сейчас на участке активно идут кровельные работы. К декабрю 2023 года строительство многоквартирного дома будет завершено. Что пришлось пережить участникам долевого строительства за почти 12 лет ожидания, расскажет Екатерина Кудряшова. Губернатор Андрей Иванович сказал, что все будет хорошо, и дольщики были в этом уверены. Результат налицо. Застройщик, самое главное, у нас качественный, положительный, качественный строительный. Квартиру в высотке с роскошным видом на Волгу вместе с женой Олег Князев приобрел в 2011 году. Не может поверить, что давняя мечта сбывается. Больше 10 лет стройка была заморожена. Все это время мужчина имел нелестный статус обманутого дольщика. И, наконец, замерзший дом дорос до запроектированных 14 этажей. Душа у нас радуется. В силу того, что были тяжелые моменты, был очень длинный промежуток, был без каких-либо надежд. И смотрим, как все это происходит. Сроки определены, все, укладываемся в эти сроки. Я думаю, что новоселье не за горами. Возводить дом по улице 50 лет октября застройщик начал в 2010 году. Сдать объект пообещал в 2013, но сбежал, оставив вкладчиков без денег и жилья. Достраивать объект взялся другой подрядчик, но и он обязательств не выполнил. Тогда участники долевого строительства создали инициативную группу и обратились за помощью к региональным властям. Нелли Шуваева до последнего не теряла надежду на лучшее. И, как оказалось, не зря. Нас заверили, что не переживайте, мы вас не бросим. Вот буквально так и сказал Натинька. Мы вас не бросим. Андрей Иванович сказал. Не бойтесь. За короткий промежуток, я скажу, год, наверное, прошел, ну, может быть, полтора, как стройка вошла в силу, результат налицо. Стройка растет, не останавливается. Мы довольны. К достройке объекта региональной власти привлекли нового добросовестного инвестора. Проект ему пришлось переделывать почти с нуля. Сегодня основные строительные работы завершены. Ежедневно на площадке работают 80 специалистов. Ну, сейчас выкладываю веншахт, закрываю кирпич. Вот. Объем где-то 700 кирпича. Два дня работы, и этаж готов. На объекте продолжают работы по устройству кровли, утеплению фасадов и монтажу окон. Установлены первые четыре лифта. По закрытию контура здания строители займутся внутренней отделкой помещений. Существенным подспорьем для застройщика стали меры региональной поддержки. Профинансирована субсидия на технологическое подключение сетей водоснабжения и канализации, наружных электрических сетей и тепловое снабжение дома. Кроме того, мы получили в качестве компенсации земельный участок дополнительно, на котором мы тоже будем возводить жилой дом. Темпы и качество строительных работ высоко оценили в Гостройнадзоре. Сдача объекта с благоустроенной территорией, парковкой, детским городком и озеленением намечена на конец 2023 года. Работа по восстановлению прав обманутых дольщиков в регионе активно идет с 2014 года. За этот период достроен 101 проблемный дом, восстановленные права почти 10 тысяч граждан. До конца 2023 года Андреем Бочаровым поставлена задача полностью решить вопросы по оставшимся долгостроям. У нас все есть для того, чтобы выполнить эту задачу. На следующий год у нас в планах 272 дольщиков восстановить права по четырем многоквартирным домам. Это последние дома, которые у нас достраиваются с применением региональных мер поддержки. Один дом в парке Европейском – это дом, который восстанавливается с применением Федерального фонда развития территорий. С начала 2022 года в Волгоградской области введены 8 долгостроев. Новоселами стали 639 семей дольщиков. До конца декабря в строй введут еще один дом. Ключи от квартир получат 11 участников долевого строительства. Екатерина Кудряшова и Александр Шишин. Время новостей. Многофункциональные, безопасные и бесшумные. В многоэтажках Волгоградской области по программе капремонта смонтировали уже более 900 современных лифтов. Новое оборудование устанавливают там, где срок эксплуатации уже истек. До конца года специалисты заменят 1277 подъемников в более чем 370 многоквартирных домах Волгограда, Волжского и Камышина. Дарья Коломыченко оценила работу нового лифта – многоэтажки в Тракторозаводском районе. В этом году этой девятиэтажки по улице Академика Павлова 4 в Тракторозаводском районе 35 лет. Новоселье жильцы дома справляли в далеком 1987 году. Со временем релейные лифты советского производства начали подводить. Срок службы оборудования истек и начались поломки. Часто какие-то застревания проходили. Потом, в конце концов, стенки, двери пришли уже в негодность, так скажем. Конечно, вид уже был старенький, негодный. Новенькие лифты очень нас порадовали своей внешностью, своей работой, скоростью. Тихо едет лифт, красивый. Ну и голос оповещает, какой этаж. Шесть подъездов, шесть лифтов и огромное количество семей, зависящих от их бесперебойной работы. Для молодой семьи Докучаевых каждая такая поломка старого лифта откликалась множеством неудобств. Особенно для Виктории. Когда муж работал, ей одной приходилось подниматься на девятый этаж с ребенком и сумками. В последнее время очень часто ломался и, конечно, тоже приносил определенный дискомфорт. По старому всегда определяла, что муж поднимается, а поэтому не получается. Не слышно. Нет, очень бесшумно, тихо работает вообще, прекрасно. Современные лифты – это стальные кабины, антивандальное покрытие внутри, зеркала и специальные завесы. Они не дают дверцам закрыться, когда люди заходят и выходят. Для детей и пожилых людей здесь установили поручни. В случае отключения электричества в кабине есть дополнительные батареи. Они включают аварийное освещение. Для маломобильных граждан подъемники оборудовали кнопками со шрифтом Брайля и удобным съездом. Лифты движутся очень плавно и безопасны для всех пассажиров. Он тише работает, он как-то более цивилизованный, чистенький. Ну, зеркало – это оно, зеркало. Ну, что зеркало? Вот. Ну, приятно прямо. Потом вот женщины отделочные работали, там вот аккуратненько то же самое. Перечень многоэтажек, нуждающихся в замене лифтов, дом на севере Волгограда включили в этом году. Работы провели за пару месяцев. Специалисты заменили все – кабины, несущие тяговые канаты, лебедки, станции управления, модернизировали электронику. Все оборудование прошло экспертизу и готово к эксплуатации. В нынешнем году нам удалось более чем в пять раз увеличить темпы производства работ. И если в период с 2017 года по 2021 год лифтовое оборудование было заменено в 104 многоквартирных домах, то в этом, в текущем году, новые лифты стоят уже более чем в 530 многоквартирных домах. И теперь наша задача, не снижая темпов, подтянуть и другие виды работы. Сейчас уже в 262 многоэтажках Волгоградской области установили 917 новых лифтов. Из них 44 в домах Камышина, 141 в Волжском, 732 подъемника в многоэтажках города Герой на Волге. На очереди еще 356 лифтов в 111 многоквартирных домах. В рамках региональной программы всего запланирована замена более чем 6500 единиц лифтового оборудования до конца действия региональной программы. Из них почти 4000 необходимо заменить до 2025 года. В целом, да, отставания от графика нет. Задачу ускорить темпы замены устаревших и аварийных лифтов в многоэтажках региона поставил губернатор Андрей Бочаров. До конца 2024 года в регионе предстоит заменить все лифты, отслужившие свой срок. Это позволит улучшить условия проживания для тысяч волгоградских семей. Дарья Коломыченко, Глеб Волков. Время новостей. Новая дорожная спецтехника поступит в Волгоград до конца 2022 года. Муниципалитет заключил контракт на поставку 4 единиц специализированного оборудования для обслуживания системы ливневок. Техника производства компании из Нижнего Новгорода пополнит парк муниципального предприятия «Северное». Спецмашины могут быть использованы и для мойки объектов дорожной инфраструктуры. В областном центре активно ведется работа по модернизации линий водоотведения и строительству новых. При возведении по нацпроектам безопасные качественные дороги и жилье участков дорог по улицам Хорошева, Электролесовской, Родниковой, Курсекова и другим обустраиваются и системы приема сточных вод. Новые водоотводные коллекторы установили и на участках дорожной сети, примыкании улицы Тарифной к проспекту имени Ленина, на склоне у парковки у проезжей части на улице Маршала Крылова и ряде других. На выпусках ливневой канализации в рамках регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» на территории Волгоградской области нацпроекта «Экология» построили 13 локальных очистных сооружений. В Волгограде регулярно обслуживают и прочищают водоотводные каналы, восстанавливают утраченные ливнеприемники. Нередко причиной нарушения работоспособности ливневой канализации становятся посторонние предметы. Сотрудники дорожных служб призывают бережно относиться к окружающей среде и складировать мусор в специально предназначенных для этого местах. Сила духа, бодрый настрой и большое желание победить. В Волгоградской области впервые проходит всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох» и всероссийская спартакиада до призывной казачьей молодежи. 245 юношей смогут проявить себя в различных военно-спортивных испытаниях. Дарья Денисова узнала все тонкости казачьего мастерства. В истории России казаки прославились ратными подвигами и готовностью положить жизнь на благо Родины. Стремление изучить вековые традиции своих предков и беречь культурное наследие России – принципы современного казака. Перед всероссийским финалом масштабных стартов лучшие из лучших показали себя в региональных этапах. В Волгограде, по словам участников, больше всего им запомнилось посещение музея-заповедника «Сталинградская битва», масштаб и его исторические экспонаты. Подготовка была очень сильная. Отряд готов. Все в боевом духе. Все готовы к победе. Мы вчера только прилетели. У всех положительные впечатления от города. Гиревый спорт, пулевая стрельба, верховая езда, спортивное ориентирование, легкая атлетика, строевая подготовка и перетягивание каната – одни из основных соревновательных испытаний. В игре казачий сполох принимает участие более десятка лучших команд – от Сахалина до Краснодарского края и Москвы. Даниил Пешков из Забайкальского края выступать на героической Волгоградской Сталинградской земле для него вдвойне волнительно. Понятное дело, мы слегка переживаем, потому что людей много, люди все выглядят подготовлены. Скорее всего, самое сложное для меня будет именно строевая подготовка или исторический конкурс. Помимо спортивных испытаний, юным казакам придется сразиться в интеллектуальном турнире по истории России «Великая поступь победы» и проявить себя в творческом конкурсе «Казачьи песни у походного костра». Впервые Волгоград принимает такое мероприятие, крупномасштабное, именно как патриотическое воспитание казаков, казачьих, кадетских корпусов, кадетских классов. В Спартакиаде до призывной казачьей молодежи за победу будут бороться юноши из Москвы, Волгоградской, Свердловской областей, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Забайкальского и Ставропольского краев. Ребята учатся в заведениях, в которых помимо математики, русского языка и литературы преподают основы православной веры. Первое конкурсное испытание – строевая подготовка. Нужен четкий шаг, приветствие начальника и одно из самых красивых упражнений – строевая песня. Оставаться в тонусе помогает командный дух и желание победы. Первое испытание прошло как нельзя лучше, конечно же. Мы тренировались, много тренировались, конечно же. Все было доведено до автоматизма. Мы очень давно друг друга знаем, мы прекрасные друзья, у нас очень хороший коллектив, мы духовно едины. Воспитание патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на традиционные духовно-нравственные основы – основная цель мероприятий. Волгоград является столицей патриотического воспитания на территории России. И, наверное, вот такие мероприятия тоже позволяют больше людей и в Волгограде, и со всей страны в эту систему патриотического воспитания вовлечь. Патриотическое воспитание в целом как знание своей истории, знание традиций, любовь к традициям, любовь к своей стране, что непосредственно несут в себе казаки. В Волгоградской области эта работа ведется в рамках нацпроекта образования. В школах и организациях дополнительного образования успешно работают более 160 военно-патриотических клубов, почти 500 кружков, свыше 820 туристических краеведческих объединений и более 250 кадетских классов, в том числе 92 казачьих. Дарья Денисова, Виталий Грищенко. Время новостей. Новые тарифы для проезда на общественном транспорте. В какие города чаще всего летали жители города Героя в этом году и в каких районах Волгоградской области отопительный сезон уже стартовал. В эфире краткий обзор самых читаемых публикаций портала mtv.online. Рабочие места, учеба и санатории. Какие льготы положены родным волгоградских мобилизованных? Ответы на актуальные вопросы в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область». Единый безлимитный и 120 минут. В Волгограде планируют ввести два новых тарифа для проезда на общественном транспорте. Сколько можно будет сэкономить? В Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Выше по степени риска только оранжевые и красные. Синоптики предупреждают о сильном тумане. Ухудшение видимости может спровоцировать автоаварии на дорогах. Под предлогом продажи щенка Корги мошенник похитил у Волгоградки деньги. Доверчивая девушка перешла по ссылке, которую отправил аферист, и с ее счета списали 35 тысяч рублей. Для любителей активного отдыха в Волгограде рядом с амфитеатром планируют построить скейт-парк. Как идею развития площадки архитекторы города-герои обсудили со спортсменами, а какое новое пространство появится для поклонников танцев. А также, в какие города чаще всего летали волгоградцы в этом году. В каких районах Волгоградской области отопительный сезон уже стартовал. И какое наказание грозит жителю региона, который из мести протаранил автомобиль соседа. Все это и не только. Читайте на портале mtv.online. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мои коллеги побывали на подготовке и готовы рассказать, почему вечер субботы нужно обязательно провести в Царицинской опере. До премьеры меньше недели. На сцене последние приготовления. Постановщики монтируют двухэтажный дом, возле и внутри которого будут разворачиваться действия спектакля. Счастью влюбленной пары, граф Альмавивы и прекрасной Розины, будет мешать зануда опекун Бартола. Но на стороне влюбленных находчивый цирюльник Фигаро. С одной стороны это дом, вот как дом Бартола. А если развернуть на 180 градусов, то там получится уже комната. Комната Розины на втором этаже. Почему здесь вот такие большие замки появились? Ну, это замысел режиссера, что Розина должна быть под замком, что он за ней следит. Конструкцию высотой 4,5 метра и длиной 5,5 метра изготовили в мастерской Ростова-на-Доно. Волгоградским мастерам остается аккуратно собрать. Декорация массивная, ведь солистам предстоит активно перемещаться по ярусам. Но компактная и мобильная. Во время действия ее будут передвигать и разворачивать. Для нашего театра это не самая сложная конструкция. Есть более сложные в плане сборки. Это довольно компактная, она получилась довольно объемной, зрелищной. Я думаю, зрители оценивают. Под окнами этого дома граф Альмавива в исполнении Вадима Дмитрова и Алексея Шапошникова будет петь серенады Розини, роль которой исполнит лауреат российских и международного конкурса Екатерина Богачева. На подготовку к спектаклю у солистов ушло около месяца. За это время они не просто выучили партии на итальянском языке. Каждая режиссерская репетиция стала буквально тренировкой на выносливость, признается солистка. Это опера бельканто, это высший пилотаж для певцов. Вот эти вот все виртуознейшие арии с огромным просто диапазоном. Все эти сцены наполнены просто безумным количеством мизансцен. Мы там и бегаем, и прыгаем, и сверху, и вниз, и в общем, кверх ногами, и в общем, лежа, и кувыркаясь. В общем, и все это вот при этом нужно очень красиво петь. За кулисами работа почти завершена. Мастера художественно-декорационного цеха подготовили десятки предметов. Антураж истории создадут музыкальные инструменты, патефон, вещи цирюльника, домашняя мебель и большое количество кухонной утвари. Большинство реквизиток спектакля уже готово. Много деталей мастера делали своими руками. К примеру, еда, вот морковка, сделана из бумаги и марли. А над этим блюдом бутафоры и постежоры трудились вместе. Вместе тарелка-спагетти по ходу действия станет париком, который зальют майонезом и кетчупом. Большая часть вещей имеет необычное амплуа и вторит комедийному жанру спектакля. Но режиссер-постановщик Владимир Акулов стремится представить цирюльника не просто в виде сатирической истории, обрамленной великолепными ариями и дуэтами. Смысл, сути, содержание ничем не будут отличаться. Я для себя посчитал нужным. Это вот то, о чем сейчас говорят режиссеры, которые, в общем, сосредоточены на работе в оперных театрах. Вот мотивация и психологизм отношений действующих лиц. Постановщики перенесут зрителей из европейского 19 века в 50-е и 60-е советского 20-го. Стиль ретро будет угадываться и в одежде героев, и в цветовом решении сцены. Но главное останется прежним. Герои севильского цирюльника убедят зрителей, что главная движущая сила человека, любовь, остается бесценной во все времена. Анна Рябова, Дмитрий Макаров. Время новостей. Это был крайний сюжет выпуска. Если что-то пропустили, заглядывайте на наши официальные страницы в соцсетях. Читайте, смотрите нас, оставляйте комментарии. Кстати, посмотреть наши выпуски, сюжеты можно и на rutube.ru. Не пропустите главное – подписывайтесь на наш канал. Добрых вестей, берегите себя. Сегодня в областном центре пасмурно-небольшой дождь ожидается в течение дня. Ветер западный – 5-6 метров в секунду. Температура воздуха за окном – 11-13 градусов тепла. Субтитры подогнал «Симон»